Арина, доброе утро! Ну вот, находишься ты не в помещении, не на корте, а на улице. Вы так и планируете проводить тренировку сегодня прямо на улице? Катя, конечно! Посмотри, какая чудесная погода! В 1874 году, правильно ты сказала, была первая игра по большому теннису, произошла. Мы сейчас стоим на Малой Конюшиной, и мы планируем первую игру в 2016 году провести на улице. И вот я хочу вам с гордостью представить вот этих замечательных людей. Это Дмитрий Лешев. Доброе утро! Доброе утро! И Артем Довлетшин. Доброе утро! Доброе утро! Ну что, не холодно? Не холодно тем ранним днем? Пока держимся. Ну, я думаю, что нам еще предстоит два включения, точно продержаться. Давайте поговорим о том, как проходит разминка настоящих теннисистов. Давайте поговорим, конечно. Ну, для начала разомнем, наверное, шею. Так, разминаем шею. Разминаем шею. Дальше идут суставы. Конечно, для того, чтобы играть в теннис, нужно размяться, немножко разогреться. Особенно необходимо вот эти еще растяжки сделать. Вы будете повторять, наверное? Да, мышцы. Боковые обязательно. Теннис, на самом деле, насколько я знаю, это не дешевое удовольствие. То есть это действительно дорогой спорт? Ну, я думаю, что да, дорогой спорт. Это не стоит играть, потому что... Конечно, стоит. Почему? Почему? Уговорите всех тех, кто сейчас... Ну, потому что это интересно. Это интересно в первую очередь. И это игра. Это... Это азарт. Это азарт. Это какие-то чувства. Это... А какие чувства? Нам как раз это и предстоит выяснить. Это полезно. Это очень развивающий вес спорта. То есть координацию развивает. Хорошо. У нас здесь стоят четыре мячика. Для чего? Мы точно так же должны провести какую-то некую тренировку перед игрой. Да, мы покажем упражнение одно для координации движения. Так, показывайте. Ну, давайте, смотрите. То есть ракеточку держим впереди. Так, ракеточку держим. Ваша задача пробежать. Вот зачем нам так семенить? По имя чего? Чтобы вы могли... Как это связано с теннисом? Чтобы вы могли точно подойти к мячу, поставить ножку и сыграть, сделать хороший удар. Чтобы я могла чётко просеменить и подстроиться. Подстроиться. Замаг и сыграть. Сделать замаг. Хорошо, тогда давайте все вместе посеменим. Вот, 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 вот. Вперёд, ну-ка вытащи, конечно. Всё, вытащила, вытащила, вытащила ракеточку. Вот, вот так, правильно, правильно. Немножко понабиваем мячики, понабиваем мячики, пока успеваем. Мячики понабивать. Оп, оп, оп. Ой, сложно, сложно, честно говоря, мне играть левой рукой, но ничего. У нас всё-таки целое утро будет здесь, на Малой Конюшне, на Невском проспекте. Поэтому мы успеем сделать всё. Сделать всё, что только можно. Друзья, передаю слово нашим ведущим. У нас будет самая лучшая, самая замечательная и самая свежая игра в теннис на открытом воздухе. А что будет в третьем включении? Ой, я думаю, что у вас дух захватит, потому что мы будем играть через канал Грибоедова. Арина, ждем с нетерпением. И, судя по всему, теперь там точно холодно не будет, потому что тренировка активная. Так что давай с нетерпением ждем третьего включения обещанного. Арина, еще раз доброе утро. Ну что, ты уже полчаса занимаешься, еще не устала, силы есть, готова к бою. Доброе утро. Сил на самом деле много, потому что нас бодрит свежая петербургская погода. Вот это замечательная наша разминка и мои тренера, которые помогают мне быть в форме этим утром. Знакомьтесь еще раз, это Дмитрий, это Артем. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Разминка у нас прошла удачно. Успешно очень. Удачно, успешно. Ну что, теперь переходим плавно к ударам. Плавно или резко? Для тенниса нам необходим удар справа в первую очередь. Показываю. Так, справа, встали. Замах, потом ноги ставим. И свободное движение совершаем вперед. Легко, спокойно, не принуждено. Вот оно, свободное движение. Да, да, да. Я даже покажу. Аккуратненько, можно ударить по мячу. Да, я попробую ударить. Хорошо, и можно еще раз попробовать. Свободнее туда или вперед. Я боюсь попасть в кого-нибудь. Чего страшного, движение свободное, легкое. То есть я у себя руку не останавливаю. Вперед, мы проводим, насколько это возможно. Вперед. Просаем мяч. Свободное движение. Что здесь важно? На что здесь стоит обратить внимание? Прежде всего, внимание нужно обращать на мяч. На мяч. Внимательно смотрим на мяч. И не пускать его из вида. А вот зачем мы семенили в предыдущих включениях? Зачем мы вот так вот бегали? Ну, это если мячик подлетит немножко с другой стороны, то ноги нам помогут. Нам нужно успеть подстроиться. Подойти к мячу, конечно, благодаря ногам. А вот я стою. Вот у меня мяч где-то там. Я его жду. Вот он здесь. И мало ли, вдруг он полетит в ту сторону. Что мне нужно сделать? Опять движение ногами. То есть я встаю, подбегаю и подстраиваюсь. И все хорошо. Что касается ударов с левой стороны? А ударов с левой вас обучит Артем. Артем? Артем? Что касается ударов? Что касается ударов слева? Поворачиваемся другим боком. Так. Берем ракеточку в две руки. В две руки. Будем делать вид. Будем делать вид, что это две моих руки. Отлично, да. Встать правая нога впереди у нас. Хорошо. И попробовать сыграть мячик впереди себя. Так, мячик впереди себя. И у меня вроде как неплохо получается. Хорошо. Вроде как все получается хорошо. Надо сделать за плечо свободное сыгры. Надо сделать всегда замах. Конечно. И рука у нас всегда должна быть свободной. Свободной, на полной свободе, на естественной. Артем, а ты скажи, пожалуйста, почему это полезно играть в теннис? Полезно это для здоровья. Вот представь, сейчас нас смотрят люди, которые теннисом не занимаются. Может быть, даже никогда не играли в большой теннис. Вот как ты считаешь, почему им стоит прямо сегодня пойти и записаться на бесплатный урок? Потому что это интересная игра. Что значит интересно? Дома сидеть перед телевизором тоже может быть интересно, нет? Для кого как. Кто-то выбирает этот образ жизни. Но мы выбираем спорт и теннис, я думаю, что... Мы выбираем спорт. Дима, а вы тоже выбираете спорт? Я всегда выбирал спорт. Мы выбираем спорт на открытом воздухе и на лютом морозе. Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы продолжаем играть. Итак, дальше... Можно я сыграю? Правая нога впереди. Правая нога впереди. Левая позади. И вот. Друзья, вот так вот приходит наше утро. Я думаю, что сейчас имеет смысл нам попрестовать к людям, спросить, что они думают по поводу большого тенниса. Умеют ли они играть. И за спорт они, или за телевизор, за диван, и за безделие. Я надеюсь, что у нас все-таки петербуржцы активные ребята, активные товарищи. А мы это и выясним. Друзья, оставайтесь вместе с нами. Через 20 минут мы будем совершать тут такое. Я надеюсь, что все наши задумки удадутся. Передаю слово нашим ведущим. А мы еще немножко поиграем. Арина, спасибо. Мы за тебя. Такими темпами тебе прямая дорога на Санкт-Петербург. Я думаю, что там будет у тебя все шансы победить. Арина, еще раз доброе утро. Ну что, обещанный сюрприз будет. Ты нас сможешь удивить? Конечно, Никита. Все делается для тебя и для Кати, и для наших телезрителей. Посмотрите, сегодня мы играем через канал Грибоедова. Мы стараемся как можем. Не всегда это получается. Вы можете это заметить по упавшим мячам, которые находятся в канале Грибоедова. Но, тем не менее, это наш, не сказать, все рекорд, но мы делаем что-то интересное. Мы делаем что-то новое. И мы именно так отмечаем праздник. День, когда впервые была проведена игра в большой теннис. А было это в далеком 1874 году. Вот вы видите, что мячики падают, но ничего, мы играем, игра продолжается. Я предлагаю пойти и спросить людей, что они думают по этому поводу. Играют ли они в теннис, или, может быть, занимаются каким-то другим видом спорта. Давайте пойдем и пытаемся пообщаться с людьми. Доброе утро, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, играли ли вы когда-нибудь в большой теннис? Нет. А держали ли когда-нибудь ракетку в руках? Конечно. Ну вот, вы можете поддержать ее еще раз, смотрите, как. Почему не играете? Почему? Или занимаетесь каким-то спортом? Никаким? Только не говорите так. Что никаким? Фитнесом. Фитнесом? Фитнес это хорошо, но теннис большой, как говорится, это хорошо. Вы поддержали ракетку, теперь мне кажется, что вы должны тоже пойти заниматься большим теннисом. Куда идете, куда спешите? На работу. На работу? Кем работаете, если есть секрет? Секрет. Секрет? Отлично. Ну тогда идите скорее на работу, я уверена, что у вас сегодня будет отличный день, потому что вы сегодня в такой знаковый ответственный день поддержались за ракетку. Мы продолжаем дальше идти, не знаю, честно говоря, кому мне подойти, давайте подойдем, не знаю кому. Давайте попробуем еще посмотреть, как играют наши замечательные молодые люди. Погода нас на самом деле выдала сегодня прекрасная, расчудесная, светит солнце, немного холодно, но ничего. Морозный день, это всегда хорошо. Давайте попробуем поговорить вот с этой замечательной девушкой. Доброе утро. Доброе утро. Когда-нибудь играли в большой теннис? Большой нет. А держали когда-нибудь ракетку в руках? Поддержите еще немножко. Класс. Ну как? Хороша, да, хороша. Почему не играете? Почему? Нет времени. Так не бывает. Можно же заниматься ночью, можно по утрам ходить, всего лишь час, всего лишь час, можно утром. Хотите присоединиться к нам? Мы как раз играем через канал Грибоедова в большой теннис в честь такой большой даты, как первая игра в теннис. Попробуем. Давайте попробуем замахнуться. Замахни здесь, я вам покажу как раз как правильно. Замах должен быть такой широкий, не останавливайте свою руку. Вот, примерно так. Только руку чуть-чуть пониже, я уже много чему научилась за эти два прямых включения. Вот. Так, смотрите, попробуем. Так, попробуйте попасть в меня. Только не сильно. Смотрите, мы уже начали задействовать прохожих, то есть мы их приобщаем к спорту. Это приятно, это приятно, когда у нас не просто прямые включения, а когда мы делаем что-то полезное для людей. Да? Абсолютно верно. Мне кажется, мы все делаем хорошо. Еще немножко, еще немножко покидайте, и мне будет приятно. Мне кажется, всем будет хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, только машина будет неприятна. Так, внимательно, внимательно. Концентрация на мяч. Концентрация должна быть всегда на мяч. Мяч это цель. Мяч это как цель в нашей жизни. Мы должны всегда фокусироваться на наших целях. Друзья, это были прямые включения с Невского проспекта, из Петербурга. Мы сегодня весь день играли в теннис. В теннис большой. Мы сегодня учились и рассказывали вам, как это правильно делать. Мы сегодня приобщали наших жителей к тому, чтобы играть, заниматься спортом, быть активными, спортивными. И, собственно, я надеюсь, что вы сегодня вечер проведете отнюдь не дома, а на Невском проспекте будете играть с нами. Всего доброго. Утро продолжается. Переду слово нашим ведущим, а мы продолжаем играть. Арина, главное в канал Грибоедова не ныряй. Бог с ним с этими мячиками, пусть там лежат, потом их заберешь. Субтитры создавал DimaTorzok